Вот если вы сетевик, если вы работаете в сетевой компании, то вы должны прежде всего понимать, вот какую вещь. Организации, которые вы создаете, люди, в которых вы вкладываете свою энергию, ум, свой интеллект, свою поддержку, время, деньги. Вы выезжаете на какие-то другие города, вы обучаете людей. Короче говоря, люди, которые благодаря вам, вашей компании, стали вашими дистрибьюторами, благодаря вам развились, с вашей помощью начали зарабатывать деньги, начали строить свои организации, свои структуры. Это все ваше достояние. Это самое ценное, что у вас есть. Ваша организация растущая благодаря тому, что вы как спонсор вложили в нее усилия. Но иногда бывает, что вы особых усилий не вложили, но так уж получилось, что организация растет благодаря вышестоящим спонсорам и так далее. Каким-то обстоятельствам, удачно сложившимся для вас, не имеет значения. Если под вашим идентификационным номером оказались люди, и там все растет, это ваш бизнес, это ваша собственность, доход от этой группы, это ваше будущее. И это ваша собственность принадлежит вам. И каждая уважающаяся компания строит свою стабильность, свой успех на том, что самым тщательным образом охраняет права своих дистрибьюторов. Она заботится о том, чтобы ни один человек не был каким-то неестественным способом перемещен из вашей организации в другую группу. Я так мягко сказал, неестественным способом, даже не допуская мысли, чтобы он был искусственно, а то или каким-то воровским способом забран у вас и отправлен куда-то. И когда я сталкиваюсь с вещами, с прецедентами, когда руководители сетевой компании переставляют людей, переводят из твоей группы в другую, чтобы поддержать кого-то, твоих людей из твоей группы другому отдают. Тусуют внизу твоих дистрибьюторов, раздают их налево-направо, даже если ты и покинул бизнес, и не активен, то это в высшей степени идиотизм. Это просто непонимание сути дела. Это просто взять и выкопать под собой яму. Это просто взять и разрушить свое собственное дело. Люди, руководители компаний, которые таким образом поступают, они ничего не смыслят в бизнесе. У них абсолютно отсутствуют какие-то этические тормоза. Они просто обворовывают своих людей. И если вы сталкиваетесь с такими фактами, например, вам предлагают, а мы тебе подбросим в группу тебе людей, хочешь, чтобы удержать тебя? И ты соглашаешься, ты измазался по уши в дерьме вместе с теми, кто тебе это предложил. Я совсем недавно, я уже давно потерял интерес к компании, которая раньше называлась Antway, потому что много причин на это. Но недавно столкнулся с фактом, что всю мою организацию, всю мою организацию, которую строил я, лично я, раздербанили, разодрали, раздали, взяли целые ветки, отсоединили и передали каким-то людям. И этим самым руководители, совершив этот акт, угробили свое собственное дело. Мне не надо ничего. Но они сами себе сделали такую бомбу подложили под это дело. Потому что те, которые получили моих людей, должны хорошо осознавать теперь, что наступит момент, и если вы не понравитесь руководству, вдруг вякнете, скажете правду, выскажите свое мнение, которое будет отличаться от их, ваших людей заберут и передадут другим. Вы понимаете, что это такое? Нету никакой организации, если хотя бы одного дистрибьютора вот таким вот образом перевели куда-то, на глазах у всех, или тайно. Нету никакого бизнеса, нету никакой компании. Есть только вывеска, ширма, обман и фикция. Поэтому люди, которые сталкиваются с такими вещами и продолжают работать в этой компании, мягко говоря, не понимают, что такое сетевой маркетинг. А если вы столкнулись с таким фактом, я вам сразу говорю, можете сворачивать удочки и как можно быстрее оттуда валить. Потому что шансов на какой-нибудь успех в такой компании никаких. Ровно ноль. Зеро. Это абсолютно недопустимо. Может кто-то думает по-другому, попробуйте мне доказать, что это не так.